Дорогие друзья, провозглашение России империи увенчало эпоху Петровских реформ, с одной стороны отразив укрепление международных позиций нашей страны после победы в Северной войне, а с другой – приобщив Россию к западной политической традиции. Отличительными чертами нового имперского периода стало усиление государственного начала, более активная внешняя политика, мультикультурализм и бурное освоение периферийных территорий. Вместе с тем, обоснованной представляется точка зрения, согласно которой идея империи зрела в российском обществе еще задолго до официальной церемонии в Троицком соборе Санкт-Петербурга. Известно, что в переговорах с зарубежными послами, добиваясь признания своего нового титула, Петр Великий активно использовал ссылки на дипломатическую переписку XVI столетия. По мнению целого ряда исследователей, именно тогда, после присоединения Казани и Астрахани, московское государство впервые приобрело свои имперские черты, что признавалось даже некоторыми европейскими дворами. Глубоко убежден, что наиболее важным и, пожалуй, самым знаменитым символом Российской империи воплощением новой Петровской России и ее уникального положения между Западом и Востоком был и остается Санкт-Петербург, красивейшая из европейских столиц и одновременно грозный форпост на Балтике. Очень символично и правильно, что научно-практическая конференция, посвященная имперскому наследию России, сегодня проходит именно здесь, в Петропавловской крепости. Благодарен сотрудникам Музея истории Санкт-Петербурга и лично Владимиру Владимировичу Кириллову за эту замечательную инициативу. Сожалею, что не могу лично принять участие в этом мероприятии. Вместе с тем рассчитываю, что насыщенная программа и авторитетный состав участников конференции позволят придать новый импульс изучению Петровского периода и осмыслению феномена империи в целом. Желаю вам успешной работы, новых идей и всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин